По-прежнему без тепла остается большинство домов Заволжского района. И хотя в части жилого фонда отопление уже включено, процесс вновь остановлен. Сегодня выход из создавшегося положения искала районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как уже рассказывал городской телеканал, заволжане стали заложниками конфликта между районной управляющей компанией и поставщиком тепла ТГК-2. У каждой стороны свои аргументы и претензии. Так когда же за Волгой будет тепло для всех, выясняла Нина Свечникова. Подключение к теплу эта тема обсуждалась сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям Заволжского района. Всего в этом районе 735 домов. В 200 из них вчера дали тепло. Сегодня на очереди еще 400. Однако на пути подачи тепла возникли препоны. Работа по подключению домов, которые запитаны от Ляпинской котельной организации ТГК-2, не производится. Вчера управдом Заволжского района получил уведомление о том, что тепло подаваться не будет. Намеренно тормозится отключение. Причем это происходит на фоне того, что давление горячей воды на сегодняшний день с 14 сентября снижено. То есть в дома приходит давление 2,8-3 атмосферы. Хотя для того, чтобы жильцы седьмых, девятых этажей получили услугу, необходимо минимум 3,5-4 атмосферы. По сути, ярославцы проверяют на выживаемость в трудных условиях. А все потому, что Заволжский управдом и ТГК-2 не находят взаимопонимания между собой. Организаций и подразделений много, а толку мало, потому что нет четкого взаимодействия и слаженной работы между ними. А в итоге страдают люди, которые за квартиру платят немалые суммы, но не получают вовремя ни тепла, ни горячей воды. Все эти эксплуатации готовы, то есть дефектов нет. По регламенту мы должны получить разрешение на отключение. Это все приезжает от него с бытового подразделения. А вот там как они с правдом взаимодействуют, проверяют. Представителю правдома разговор перевела в финансовую сферу. Детско жильцы должны заплатить еще больше. Весь вопрос встает в погашении накопившейся задолженности. Населению мы начисляем значительно меньше, чем получаем падящих счетов от ТГК-2. Мы договорились по этому поводу с ТГК-2, провели сверку. Частично они нам снизили сумму задолженности. Мы выверили численности квадрата. Но осталась определенная сумма, на которую у правдома не хватает источника. Так вот, единственный вопрос, либо мы начисляем населению эту разницу, собираем и переводим их в ТГК-2, либо мы оставляем все как есть. На сегодняшний день привлечены кредитные средства. 10 миллионов переведено в ТГК-2, но остается цена вопроса в размере 14 миллионов рублей, которые у правдома взять уже неоткуда. Если город скажет, что мы с какого-то ресурса можем отличить эти деньги, то завтра мы их переведем в ТГК. Это плене, наверное, будет. Но прежде всего мы работаем и управдом, работаем для населения. И так, как ведет себя ТГК, нельзя вести абсолютно. Комиссия решила обратиться в Заволжскую прокуратуру, чтобы обязать ТГК-2 дать тепло. Свою позицию по этому вопросу сегодня четко определил и глава района. Есть споры по качеству и количеству поставляемой услуги. Но эти споры ни в коем случае не должны затрагивать население. На сегодняшний день складывается такая ситуация, что жители Заволжского района, а это примерно одна треть от общего количества домов, на сегодняшний день стали заложниками ТГК-2. Поведение такого. 307-е постановление правительства четко говорит о том, что при любых спорах финансовых поставщик услуги не имеет права ограничивать услугу по водоснабжению, горячему водоснабжению и отоплению. Тем не менее, данное происходит. Когда поступит во все дома тепло, пока не ясно. Между тем, за Волгой холодная батарея даже в 47-м детском саду, которому тоже тормозит подачу тепла ТГК-2. Нина Свечникова, Александр Быков, Городской телеканал.